Память о героизме и дань уважения тем, кто вносит огромный вклад в обеспечение могущества и суверенитета нашего государства. Открытие памятника испытателям отечественного ядерного оружия имеет огромное значение не только для Сарова, но и для всей страны. Так как именно люди этой важной и опасной профессии стоят у истоков создания ядерного щита Родины. На торжественном митинге слова благодарности всем испытателям высказали представители высшего руководства страны и госкорпорации Росатом. Именно испытатель дает дорогу жизнь тому или иному изделию, поэтому это важная, опасная и нужная профессия. И то, что мы отдаем сегодня, дань уважения этой профессии говорит о многом. Спасибо вам большое за ваш труд, спасибо вам за неравнодушное отношение к жизни города, к его развитию. И хочу подчеркнуть, что для меня, для моих товарищей, для госкорпорации вне Саров всегда был и будет тем священным местом, той ядерной меккой, в которой куется ядерное оружие. Спасибо вам большое за ваш труд. Создание мемориального комплекса стало поистине всенародным проектом. В его реализации приняли участие многие предприятия, а также частные лица. Слова благодарности я хочу высказать руководству государственной корпорации Росатом, ядерно-оружейному комплексу. Слова благодарности тем нашим коллегам, которые из личных средств вложили деньги сюда, в этот памятник. Предприятиям ядерно-оружейного комплекса, РИА, Марсу, Маяку и другим нашим предприятиям. Большое спасибо нашим коллегам из Станкт-Петербурга и строителям, которые в сжатые сроки реализовали вот этот великолепный сквер и памятник, который, безусловно, является украшением проспекта Музруково. Выполняя свою основную миссию обеспечения обороноспособности России, ВНИЕФ, как градообразующее предприятие, всегда уделяя серьезное внимание развитию Сарова. Главной благодарностью испытателям, конечно, должна стать не открытая сегодня Стелла, не мемориал, а наши конкретные действия по улучшению города, по повышению комфортности Сарова. И мне очень приятно сегодня сознавать, что у Росатома достаточно большие планы по совместной работе в этом направлении. Вместе с новой командой депутатов, с командой ВНИЕФ, командой профессионалов. Мы сейчас делаем все, чтобы город обновлялся, уже видно, как он изменяется, изменяется к лучшему, об этом говорят люди, но много проблем остается. Поэтому призываю всех нас вместе с обновленной властью реализовать программы развития города, сделать его действительно комфортным и притягательным для жизни. Архитектурно-художественная идея памятника принадлежит скульпторам из Санкт-Петербурга. Восьмиметровая стела из гранита – это меч, воткнутый в землю, символизирует собой мир. В рукояти меча художники поместили образ энергии, который разрывает камень. Это одновременно расщепление материи и сияющий небесный свет. На шести барельефах изображены фигуры представителей основных профессий – ученого, конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, экспериментатора, без которых проведение испытаний невозможно. Мемориальный комплекс – это не просто место памяти, это воплощение героизма и высокой значимости профессии испытателя. Для жителей города памятник имеет особое значение. В каждой семье есть практически сотрудник института, либо завода. Во многих семьях испытатели работают и выезжают на полигоны и на площадки. Я думаю, что этот памятник для многих жителей города имеет личное значение. Большинство жителей, большинство работников, особенно в НЕФ и не только, принимали участие в создании этого проекта. И, конечно, в первую очередь испытатели, конечно, они очень довольны этим символом, что все-таки в городе Сарове такой памятник появился. Символично, что памятник испытателям установили именно в Сарове, где был разработан первый отечественный атомный заряд РДС-1. Это позволило установить ядерный паритет и на десятилетия вперед обеспечить мир на земле. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.